Привет, друзья! Как обычно, в это время по пятницам на столице ФМ вдоль с нами оказываются женщины, которых я всегда совершенно бесстрашно и без преувеличения считаю великими, потому что это женщины, которые состоялись, которые реализовались, которые открыли для себя совершенно безграничные возможности и, самое главное, открыли вокруг себя пространство для всех, кто хочет к ним прибиться. Простите мне это слово, да? Тоже развиваться, вместе с ними расти, и при этом они остаются женщинами, при этом они создают семьи, рожают детей и, в общем-то, делают нашу жизнь прекрасной. Сегодня с нами директор корпоративных программ Стокгольмской школы экономики в России, соучредитель мастерской живописной цех Светлана Ракутина. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что такое Стокгольмская школа экономики? Москвичи плохо знают Стокгольмскую школу экономики, хотя это странно, потому что Стокгольмская школа экономики существует и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но началась в Петербурге. Вообще Стокгольмская школа экономики, главная наша альма-матер, находится в Стокгольме. Это очень старое частное учебное заведение, которому больше ста лет. И Стокгольмская школа экономики входит в число лучших университетов Европы. И в том числе там, наряду с программой бакалавриата, есть также программа обучения для взрослых, в частности, Executive MBA. А сколько в России существует? И вот больше уже 15 лет в России существует Стокгольмская школа экономики. Начиналась она действительно с Питера. Стала широко известна благодаря издательству. Наверное, читали наши книжки все. Фанки-бизнес, вот такие очень известные хитовые книжки. Да, конечно, конечно. Да. Наверное, все их знают, видели, читали. Ну, а потом мы пришли в Москву. И сейчас мы существуем в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы работаем на рынке бизнес-образования для топ-экзекютив, что называется, для собственников бизнеса и управленцев высшего звена. У нас есть программа Executive MBA. Ну, то есть это MBA, но экзекютив, то есть уже для совсем таких... Самые рафинированные MBA. Да-да-да-да, для таких очень уже опытных управленцев и собственников. А также у нас есть корпоративные программы. То есть это то, что мы делаем для наших корпоративных клиентов, учебные длинные образовательные программы для их сотрудников. А что за мастерская, живописный цех? А, это совсем другая история. Это совсем другая история. Это мой очень любимый проект. Ваша детка такая, творческая. Это то, что выросло из моего хобби, да. Это то, что случилось со мной в какой-то момент лет семь назад. Я работала в Москве. Довольно жёстко было всё по условиям, по стрессовой ситуации. И я вдруг в какой-то момент поняла, что чтобы выжить, мне нужно, ну, не знаю, либо запить, либо заниматься, начать каким-то экстремальным спортом, да, но что-то вышибить из головы, как бы, да, это бесконечная вот эта вот, да, круговерть. Ну, спортом экстремальным я боюсь высоты, вот, хотел с прошутом прыгать, но забоялась. Вот, а пить вроде как вредно. Стал рисовать. Ну, как-то это случайно получилось, начала рисовать. А потом, ну, у нас есть друзья, художники, и вот один из таких друзей стал меня консультировать по телефону. Я стала писать маслом. По телефону? Неужели это возможно? Да-да-да, я ему присылала фотографии сначала, потом он мне звонил и рассказывал мне всё про мою работу. Здесь надо тёпленького, здесь холодненького добавить, здесь то, здесь это. Вот, и это так вроде незаметно начиналось, а потом вдруг я осознала, что это очень здорово помогло мне самой. То есть в какой-то момент меня это просто, мне как-то стало так спокойно, комфортно, и всё исправилось. То есть я выскочила вот из этого вот бега-бега-бега. То есть получилась такая арт-терапия. Ну, это можно назвать и так, ну, хотя, да, арт-терапия никто не отменял. Да, может быть и так, но тогда я подумаю, это немножко не то. На самом деле это как бы некий режим, когда ты рисуешь, ну, или когда ты поёшь, или когда ты танцешь, когда ты занимаешься чем-то, ну, искусством каким-то, да, которое тебя и фотографируешь, я не знаю, всё что угодно, пишешь стихи. Глава работает совершенно в другом режиме. И этот режим, переключение на этот режим, он очень много даёт вот тому другому рациональному режиму, да, в котором мы всё время живём. Как-то так. Сложно объяснить, каждый физиологи объясняют по-своему, там, психологи по-своему. Нету одного объяснения, что это такое. Но это какая-то штука, она работает. И вот когда вот такое состояние постоянно есть, то есть, ну, так рано или поздно в него попадаешь, потом к нему привыкаешь, то же самое можешь его вызывать, то вроде как голова так прочищается, внутри становится спокойно, стресс уходит. Становишься более эффективным, а в то же время как бы, ну, всё становится хорошо. Гармонизируешься как-то. И я подумала, интересно, ну, я сама закончила Executive MBA, да, я сама была топ-менеджером. Ну, есть, да, я там как бы до сих пор им же остаюсь. Вот, и я подумала, что если это мне так помогло, может быть, это может помочь и другим, таким же, как я. А у вас вообще никакого не было до этого образования живописного? Нет. То есть вы рисовать никогда не учились? Когда меня родители затащили в музыкальную школу, ну, как, естественно, все дети интеллигентных родителей, значит, я занималась музыкой, немного фигурным катанием, вот, а в художной школе никогда не учился. Нет, у меня не было никакого специального образования, но, как сейчас говорят наши художники, с которыми мы делаем живописный цирк, то это и здорово. Потому что художественное образование дает, ну, не в обиду тем слушателям, у которых есть художественное образование, просто оно дает некие жесткие рамки, за которые потом довольно сложно выходить. Да, за шаблон надо все время перепрыгивать, да. А мы вот такие вот, которые просто пришли во взрослом виде уже рисовать, так или иначе хоть раз с этим столкнулись, можем без шаблона, но зато очень интересно. А вы, вот мне интересно, вы рисовали какие-то абстракции или прям совершенно конкретные, что, пейзажи, терморты? Ну, когда начинали, что вас больше всего радовало в живописи? Больше всего в живописи? А я не знаю, нет, радовало ощущение вот это вот тактильное, когда вот живопись маслом, она очень, она это удивительная штука, потому что масло очень пластично, и там кроме вот визуального, да, всего, что, видишь, яркие краски, их смешиваешь, там, наношенный хвост, есть еще тактильная составляющая, оно такое вот как масло на бутерброд, оно такое мажется, оно такое приятное, вот, и вот это вот очень приятно. А что касается тем, сюжетов для живописи, дело в том, что одновременно с этим я придумала сказку, у меня появился герой. И такой герой, его зовут Услик, это такой странный такой персонаж, он получеловек-полуживотный, и вот он как-то ко мне пришел, так, ну, это я смеялась, придумывали что-то, и он пришел, вот, и он стал жить, и в картинках тоже, ну, его там окружало, то природа, то там что-то еще, то есть это по сюжету совершенно разные работали. То есть прям сюжетные были как-то? Ну, у меня, да, да, у меня, да, но это мой был способ, на самом деле у всех свой, то есть тут как бы... Слушайте, как интересно, и получается, что вы решили сразу поделиться этим знанием? Нет, не сразу. Года два прошло, пока вот мы это все обсуждали, дома много обсуждали, вот с мужем тоже, что, ну, он тоже, ну, видел, понимал, да, что есть тут какой-то потенциал, что потенциал в том смысле, что это можно помочь. Потом случайно я узнала, ну, поскольку я работаю все время с профессурой, да, и в частности профессурой из бизнес-школ, то пришел человек к нам, когда еще в Сколково работал из Инсеада, и что-то мы с ним зацепились, а он любитель искусства и собиратель, коллекционер. Ну, и мы, конечно, там через 15 минут уже перешли на его хобби, потому что мне это тоже было интересно, и вот мы с ним разговариваем, и тут он мне говорит, что, рассказывает, что оказывается в Инсеаде, Инсеад это бизнес-школа очень известная во Франции, лет 30 назад, то есть ничто не на опыт луной называется, была такая энтузиастка, тоже леди, кстати, у которой все эти топ-экзекютивы, то есть топ-менеджеры, да, учащиеся в Инсеаде рисовали, и рисовали прям какие-то полотна, и эти полотна украшали прям весь университет, и то есть была такая тема, и это тоже как-то так немножко вот мне так застряло в голове, что, то есть можно смешивать. Вот, а потом как-то так родилось, то есть есть друг, художник профессиональный, есть муж, профессиональный коуч, и есть я, профессионал в бизнес-образовании. И вот мы взяли это все, синтегрировали таким хитрым образом, что получился такой проект, который помогает людям раскрыть свой творческий потенциал. Ну и, наверное, все-таки и не только творческий потенциал, но и действительно как-то, может быть, переформатировать самого себя, да, через рисование. Ну, да, переформатировать самого себя, можно так тоже сказать, но это для тех, кто постоянно занимается. У нас в гостях Светлана Ракутина. Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами на столице. С нами вдоль и директор корпоративных программ Стокгольмской школы экономики в России соучредитель мастерской и живописный цех Светлана Ракутина. И мы, конечно, ну, если вы позволите, пока продолжим разговор о мастерской, потому что это, ноу-хау, это уникальное, как я понимаю, такое явление в нашем... Думаю, что да. ...в посетитель стиме MBA в России, да. Вот вы создали эту историю два года назад. А как отреагировали на это потенциальные ученики вообще, когда вы предложили топом-топом рисовать? Они вообще не покрутили пальцем у венка? Да. Ну да. Покрутили. Конечно, покрутили. Но, слава богу, к тому моменту рынок вот этот уже немножко подустал. Но это не рынок MBA, это рынок тренингов, да, скорее. Вот он немножко подустал от однообразия, от того, что предлагают все, да. Ну, все уже как-то все прошли уже, вроде веревки были там, барабаны били там, что-то еще. Вот. И когда мы пришли со своей живописью с маслом, с настоящими профессиональными художниками, причем продаваемыми, популярными, которые ведут по особой методике всю эту историю, когда мы пришли с холстами, с красками, когда они стали рисовать, ну, многие просто почувствовали в этом такое развлечение, то есть, ну, радость, удовольствие, счастье для своих сотрудников, когда вот кто-то хотел доставлять, вот доставляли. То, что в этом есть какой-то еще смысл дополнительный, да, мы не могли очень долго объяснить. Доказательно. Ну, как очень долго? Наверное, не очень долго, но год не могли, да. Не могли объяснить, нам все хотелось объяснить, что это не просто, ну, не просто развлечение, да, ни в коем случае. Что это элемент образования. Да, и мы стали, да, ну, это элемент получения чего-то нового, да, полезного для, эффективного для управленцев. И мы стали комбинировать эти истории с нашими компетенциями, тренинговыми, коучинговыми, вот, и сделали несколько таких вещей, как, например, тренинг лидерства в ситуации неопределенности. Как интересно. Очень актуально на сегодняшний день. О, да. И что, и что, и как можно через живопись, как-то, не знаю, интегрировать живопись в тренинг? Ну, через живопись можно, потому что, смотрите, люди не должны знать, единственное условие, они не должны знать, что их ожидает. Мы так в Стокгольмской школе на Executive MBA тоже делали, и очень интересно было. Люди заходят в класс, ну, как учебный класс, да, они знают, что у них будет какой-то тренинг. Все знают примерно, как это происходит. Столы, стулья, флипчарты, да, там какой-то проектор, экран, и тренер, значит, бегает. А тут вдруг мажорты. Да, и вот когда они заходят, они вдруг видят абсолютно преображенное пространство. Посреди пространства какой-нибудь роскошный натюрморт, например, там, да, изобильный такой, как а-ля голландский, там, фрукты, какие-то овощи, цветы, 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 яркие драпировки. Играет музыка. Стоят мольберты. Все, значит, застелено, ну, чтобы, естественно, масло пачкаться, да, и художники. И вот у людей такой шок, и они понимают, что они сейчас что-то будут с ними такое делать, чего они раньше никогда не делали. И мы им говорим, что вы будете сейчас рисовать маслом на холсте. И первая реакция, конечно, это полная растерянность. Нет, ну я не умею, как я буду рисовать. Конечно, нет, я не умею, как я буду рисовать, да. И несмотря на то, что они все умеют, потому что скажут, что человек умеет рисовать, это свойство человека такое же, как говорить, рисовать. Правда? Конечно. Конечно, человек рисовал примерно тогда же, когда я говорил. Ну, пещерные люди, да. Учился говорить и рисовать одновременно. Да, рисовать это абсолютно нормально. Но дети рисуют, посмотрите, дайте детям краски, всё, сразу не вопрос, да. Как-то с возрастом мы перестаём это делать. А почему? Не знаю, потому что, ну, может быть, мы перфекционисты взрослые, да, нам кажется, что надо либо хорошо рисовать, либо никак. Вот именно. Нас прокомбили. Кто-то когда-то нам сказал, ну, тоже мне нарисовал, да, там, небо у тебя хоть не такое, вообще всё не так, да, или кто-то сказал, фу, какая у тебя картинка некрасивая. И всё. И начинается вот это вот у меня некрасиво, всё красиво у меня некрасиво. Это, кстати говоря, очень интересный тоже лейтмотив такой всегда. Есть, конечно, неуверенность в себе. И вот представьте себе, что люди, которые к нам приходят, а это люди очень уверенные в себе, успешные, руководители. Вдруг оказываются в коротких штанишках практически. Они оказываются в ситуации полной беспомощности, полной некомпетентности, непонимания, что будет дальше. Мы им даём в руки инструменты, которые они, скорее всего, но если последний раз держали, то в 6 лет. И точно не с маслом, да, и не с масляными красками. И вот как бы такая ситуация, да, ну как вот тут без лидерства никуда. Четыре часа перед тобой, холст белый, чистый, страшно смотрят коллеги. Конечно, сначала у всех такая немножко реакция. Вот, а потом, ну, при помощи специальных наших технологий художники делают таким образом, что люди начинают рисовать, не просто рисовать, а погружаться в состояние творчества. А если ты вот это состояние испытал, поймал, оно вообще очень ценное. Для бизнеса ценно, вообще для жизни ценно. Потому что это такой момент тишины в голове, когда тебе... Очень странное такое поток. Не застоя, да, а такой деятельной тишины. Нет, нет. Или поток. Это по-разному называется, там, не знаю, творчество, состояние творчества, да, там, как угодно. Но это такое странное переживание, когда время пропадает. Все наши участники, все вдруг растеряны, когда выныривают из этого потом. Ну, когда уже перестаётся вот это, я там не умею рисовать, всё красиво, у меня некрасиво. Когда уже начинается процесс, да, когда они начинают пытаться что-то там помазать краской на холсте, и потом раз, и они туда ныряют, а выныривают они оттуда через... Ну, выныривают они оттуда через два с половиной часа, а им кажется, что прошло 15 минут. То есть они все говорят, а куда время-то делось? Что-что? Вот. И, конечно, потом вот это ощущение, ну да. Ну, мы ещё... Ну, естественно, там есть ещё определённые технологии, там, по которым мы работаем, чтобы закрепить это состояние и показать людям, что такое. Но тут всё, тут и лидерство. Что такое встречаться с абсолютно неведомым. Ну, с неведомым, да. И как себя вести, и что такое, да. И в чём ты нашёл силы? А почему ты стал делать? А ты делал, да? То есть всё ли можно разбить на маленькие шажочки? А ты делал позитивно? Тебе это нравилось? Да? Ты доставлял себе удовольствие? Ты верил в результат? Нет, не верил. А вот сейчас... А тогда ты поверил? А тогда ты поверил. А когда поверил? А когда увидел, что, о, у меня вот получилось? Ну, и вот так вот всё. То есть мы разбираем как бы на основе живописи совершенно другие процессы, как бы, но с живописью это просто надолго запоминается, очень ярко. А вот мне интересно, поскольку всё-таки у нас программа в доле посвящена именно гендерному такому моменту, да, и именно женщине, реализующейся в бизнесе, вот из ваших учеников, кто быстрее входит в это творческое состояние? Есть ли вообще вот такая, ну, разница, как мужчины к этому относятся, как женщины? Вернее, ты же считаешь, что женщины гибче, что женщине легче справиться как раз с неведомым, нет? Ну, лидерство в мужчине больше смелости, так на так, по разным причинам, да, действительно, по-разному реагируют часто, женщины действительно гибче, действительно им, как-то они больше готовы сначала попробовать вроде бы, да, и они более склонны к каким-то искусствам, таким вот, там, порисовать, да, там, потанцевать. Мужчины смелее. К рукоделию. К рукоделию, да. Мужчины смелее, мужчины, кстати, глубже ныряют, но вообще-то, если вспомнить, среди художников известных Мужчин тогда гораздо больше. Да, какой процент мужчин и женщин. Ну, то есть мужчины больше увлекаются, получается? Или в мужчине больше творческого потенциала? Ну, нет, я бы так не сказала, он просто другой. Ну, как-то мужчина более самотвержен, вот если мужчины ныряют, они более самотверженно даже это делают, да. Пожалуй, что где-то вот тут есть такой момент. 65 10 99 и 6 наш московский телефон, есть звонок. Здравствуйте, Павел Андреевич. Алло. Алло. Слушаем вас, здрасте. Алло, здрасте. Вот, знаете, очень интересно рассказываете вот все это про жизнь. У меня такой вопрос очень практично беспокоит. У нас же сейчас очень непростая ситуация, как бы, явно она будет еще не проще, как бы, в бизнесе, да, и в экономике в стране в целом. И, в принципе, сейчас, ну, мне кажется, что самое важное становится именно удержать объемы продаж на прежнем уровне. Как вот эти ваши прекрасные истории, по которым вы рассказываете, они как-то вот могут в этом помочь вообще как-то сотрудников мотивировать больше на какую-то работу такую или что-то? Ну, как? Потому что я слушаю вас, это очень интересно, конечно, но никак не склеивается у меня этот смысл практически. А вы, как я понимаю, босс, да? Вы как раз тот самый управленец и топ-менеджер, с которым Светлана рисует в живописном цехе, правильно? Ну, вот, со мной лично Светлана, к сожалению, не рисовала, потому что я вот первую часть об этом услышала. Да, спасибо, да, мы поняли, да, спасибо огромное, отличный вопрос, действительно, вот сегодня мы там все слушаем новости, смотрим телевизор и просто стараемся от этого всего абстрагироваться, уйти в семью, в детей, там, делать, что можешь и быть, что будет, но когда у тебя коллектив, когда у тебя бизнес и сотрудники, которые находятся тоже все, может быть, в состоянии этой неопределенности, как их собрать, действительно, можно ли с помощью ваших методик помочь вот Павлу Александровичу, его коллективу устоять в это непростое время? Ну, да, вопрос, конечно, интересный, потому что это возражение, которое, ну, наверняка мы услышим еще не один раз, я думаю, что это очень стандартное такое, ну, как бы по-хорошему стандартное, да, такой вопрос. Продажи нам надо, что вы тут рисовать-то, да, зачем? Вот, ну, нет, тут прозвучало не только, чтобы ну, как бы, да, продажи, но и действительно удержать коллектив в каком-то состоянии воодушевления, подъема и желания работать. Продолжим после новостей, обязательно ответить. С нами в доле директор по персоналу и развитию лидерства Стокгольмской школы экономики в России с учредителем мастерской живописной цеха Светланы Ракутина. Отвечаем на вопрос Павла, да? Да, 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 отвечаем на вопрос Павла. Повторюсь, что вопрос очень интересный, потому что абсолютно, ну, как бы, рационально разумный. Вот, и, конечно, я не буду говорить, что это мы не тренинг продаж, да, то есть это понятно. Ну, смотрите, что такое кризис? Все помним, наверное, еще 2008-й, да? И когда там очень хороший вывод потом был из этого, когда уже люди анализировали, много разговаривали на лекциях у нас, например, там, в бизнес-школах и так далее, что кризис прежде всего был в головах. Кризис доверия был, да, то есть кризис был в головах. Так вот, в любом кризисе, когда мы вступаем в кризис, кризис прежде всего в голове. Поэтому, естественно, так как тут-то сказал тоже, кажется, старается от этого кризиса как-то уйти, да, кто в семью, там, в детей, в какие-то истории другие и так далее. Но когда у тебя бизнес, ты не можешь уйти. Ну, на работе сложно, ну, просто уйти не можешь, да, жалко просто уйти. Вот, поэтому нужно что-то делать, нужно бороться с кризисом в голове. А как с кризисом в голове бороться? А с кризисом в голове бороться вот такими вот потоками. Пожалуйста, у кого что, медитации, какие-то истории, которые помогают, хобби, увлечение, что-то радостное, что-то интересное, поэтому рисовать мы будем предлагать, и мы будем, я думаю, мы будем помогать. Чем помогать? Радость, уверенность в себе, положительные переживания, они просто стресс уберут, а дальше уже человек будет эффективен. Потому что он будет объективно смотреть на реальность. Не, ну просто эффективность, она же напрямую зависит от того, насколько человек застрессован. Есть даже такая теория, что как бы чуть-чуть стресса, хорошо, ну как бы совсем нет стресса, да, это что такое? Ну совсем нет стресса, я буду лежать на диване, ну нет же стресса, кто меня погонит продавать что-то, да, нет стресса. Немножко стресса, ну какого-то, да, какого-нибудь небольшого, там, не получу бонус, не сделаю что-то, да, там, что-то не будет. Вроде как уже начинаешь шевелиться, бегать, 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 дальше чуть-чуть стресс прибавляется, бежишь быстрее. А потом в какой-то момент еще больше стресса, и все, начинается обратное подавление, да, по принципу обратной связи, ступор нападает на человека. Человек, может быть, делает очень много, но он неэффективен, мечется, он уже ни головой не думает, слишком много стресса. Поэтому этот лишний стресс в кризис, он, конечно, будет, понятно, у всех, но этот лишний стресс нужно убирать. Таким образом, как рисование тоже можно. Ну, а у вас есть такие именно корпоративные программы? Когда они не топы уже рисуют, да, а можно помочь вот сотрудникам, да, бизнесменам как-то мотивировать коллектив. Да, конечно, но такие в основном и есть. Знаете, у нас бывает такое красивое зрелище, например, вот не так давно был зал один, там, 300 метров квадратный зал, 90 человек, 90 мольбертов, и все пишут. Это так прекрасно, и все они, все они работают в бизнесе, все они за что-то важное отвечают, и все они так самоотверженно пишут. Вообще, есть такая штука, да, известно, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. И это то, почему нам так нравится рисовать с успешными людьми, это так интересно, потому что они все талантливы, все талантливы, и в том числе и в этом, в том, как они себя самовыражают. И когда человек первый раз это делает, это особенно удивительно, потому что, ну, как говорит наш главный художник, что дело в том, что на чужом языке врать невозможно. А если невозможно соврать, то что увидел, да, то и выплеснул, что делаешь, то и вы, да, плюс ты сам. И вот это вот отсутствие вранья в живописи, я имею в виду, да, да, в маске. Я имею в виду отсутствие маски. Отсутствие маски, штампа, отсутствие желания казаться лучше, чем ты есть. Ну, какие-то нормальные вещи, да, такие, в принципе, вполне приросшие уже к нам ко всем. Здесь отсутствует, потому что здесь ты не знаешь, это совершенно новая для тебя история, поэтому ты еще ничего не понимаешь. Поэтому ты не можешь врать. И получается потрясающая работа. То есть у нас даже вот профессиональные художники наши, они, когда мы, ну, они начали этим заниматься, они говорят, это теперь самое любимое наше занятие. Просто смотреть, как люди первый раз в жизни пишут маслом картину, и как это круто. Вот я как раз хотела спросить, как, собственно, художники относятся теперь к этой деятельности и к своим ученикам, да, потому что вряд ли бы в реальной жизни они пересеклись с этими людьми, которым они дают сейчас уроки живописи. Художники легко на это вообще пошли? Не было у них какого-то тоже, может быть, предвзятого отношения, каких-то страхов изначально? Знаете, у нас, мы набираем таких художников, они какие-то уникальные у нас. Я думаю, что так вот просто про всех сказать не могу, а про тех, с кем мы работаем, это люди, у которых есть еще бизнес-опыт в предыдущей жизни. Ну, когда-то же они не продавались, да, поэтому приходилось зарабатывать деньги, и они зарабатывали деньги в бизнесе, ну, кто в банк работал, там, кто где. И это немного другие люди, конечно, потому что иначе было бы сложно, иначе было бы сложно, наверное. Совсем с богемой было бы трудно. Ну, наверное, трудно, да, то есть как бы в мастерской просто вот учиться именно ходить, это, конечно, без вопросов, да. А вот так, как мы делаем, да, это мероприятие, там, на день, например, или там, ну, два дня, вот у нас было там огромное мероприятие, два дня проектный менеджмент. Люди работали как бы над одним проектом. Один проект в итоге, это было собрано из 60 холстов огромное панно, на котором была изображена одна картина. То есть, ну, это был такой целый вот проект-проект-проект, да. Вот, тут, конечно, не обойтись уже без каких-то еще навыков, вот то, почему мы как бы стараемся соединять бизнес-тренеров, художников, у которых есть опыт в бизнесе. Вот, ну, это как бы к тому, какие они, а вообще они в восторге. Они в восторге от того, что делают люди, насколько люди талантливые. Они говорят, что их ученики в художественных заведениях, учреждениях, ну, иногда расстраивают их гораздо больше, а радуют гораздо меньше. 65, 10, 99, 6, наш московский телефон. Заглядывайте на сайт финам.фм, тоже можете задать, ой, простите, не, столица.фм, моя ваша столица. Да, на сайт столица.фм, на страничку программы вдоль, там можно задать тоже вопросы в интернете. Расскажите немного о себе, вы ведь тоже не всегда преподавали в стокгольмской школе, занимались живописью, у вас тоже есть большой опыт именно топ-менеджерской работы. И вы москвичка? Нет, я из Санкт-Петербурга. А, да, точно, вы же базируетесь сейчас в Петербурге. Но вы долгое время работали в Москве. Да, работала в Москве. А где вы учились? Два, целых два раза. По первому образованию вообще фармаколог. Заканчивала академию фармакологическую в Санкт-Петербурге. Занималась биохимией. Ничто не предвещало. Ничто не предвещало, да. А потом, ну как-то вот так с бизнесом всё интересно сложилось, пошла работать в иностранную фармацевтическую компанию. И так понеслось, я поработала там 12 лет в компаниях фармацевтических. Много чего интересного делали тоже, многому я очень научилась там на разных позициях. Вот это был первый мой раз, когда мы уезжали в Москву из Санкт-Петербурга. У нас так всё время так, в Санкт-Петербург, Москва, 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 потом Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, потом опять Москва, Москва. Как-то принято считать, что в Санкт-Петербурге можно жить, нужно жить, а в Москве работать. Согласна абсолютно. Правда? Да, я очень люблю Москву, поскольку много времени здесь прожито и пройдено, и друзей очень много, и прекрасный народ. Ну, тяжеловато, да. Так для жизни, конечно, Санкт-Петербург-то поприятнее будет. Вот, а потом со мной случилась Стаггонская школа экономики в жизни. Вот, и Стаггонская школа экономики изменила мою жизнь полностью, потому что она изменила моё понимание. Вы пошли туда учиться? Да, я пошла туда учиться. Я поступила на Executive MBA, вот, и я пошла туда учиться. Ну, во-первых, я увидела там много людей, которые были такие же, как я. Дело в том, что, ну, руководитель как бы, ну, какого-то уровня, да, когда нужно дорастать до какого-то уровня, он достаточно одинокое существо на работе, я имею в виду, не дома, на работе, да. Ну, почему? Потому что, ну, там народ-то он вместе весь, у них там какие-то информационные потоки, коллектив, а как бы до руководителя-то он же как бы через барьер, да, ко всем. Не каждый побежит рассказывать что-то, ещё что-то, вот. А тут ты приходишь и встречаешь ещё 40 таких же, как ты, и вот от одиночества не остаётся следа, потому что можно говорить обо всём, обмениваться опытом, люди из разных мест, из разных. Загонская школа всегда отличалась удивительно прекрасным выбором людей, то есть люди очень интересные. Но вы именно в Петербурге учились или в самом Сагуле? Нет, у нас, а у нас вся программа построена таким образом, что мы не привязаны к одному месту, то есть, да, у нас там мы учили, мы на неделю раз в месяц собирались, и сейчас-то так же происходит, неделю раз в месяц, и модули проходят в разных местах. Санкт-Петербург, Москва, Стокгольм, Болония, Шанхай, Барселу, ну, как бы разные места. Вот, и когда приходишь туда, думаешь, что приходишь за карьерой. Ну, у меня уже была такая складная карьера, дальше, дальнейшая в голове, да, то есть я хотела стать как минимум генеральным здесь, чтобы, а там система западных компаний, да, очень многие по контракту отработали здесь генеральным, значит, можешь куда-нибудь еще уехать, уже поработать, да, еще там в Восточной Европе, там... Ну, в Ругвай, скорее всего, отправка, когда-нибудь первый раз, но все равно, да. Вот, и какая-то такая вот история была, значит, карьерная в голове, ну, и вот Стокгольмская школа полностью поменяла мою жизнь, потому что, во-первых, пока я училась, я поняла, что я этого не хочу больше, мне это неинтересно. Вот, и я стала задавать все-таки странный вопрос, который раньше не задавала. Никуда бежим, и какая морковка в конце года, да, а как бы, а зачем я это делаю, а что будет? Ну, с точки зрения развития вас как бизнесмена, это регресс. Нет, это прогресс, потому что я, по сути, стала человеком, который делает что-то, что он считает важным и нужным, я поменяла профессию полностью, то есть я стала, ну, я была, я была, ну, называлась эта позиция, ну, бизнес-юнт-менеджер, да, то есть неважно, я возглавляла, как бы, некое направление в компании, которая занималась определенными продуктами, вот, ну, вот такого-то функционера бизнеса, администратор. А стала я гораздо более для себя реализованным человеком, хотя, ну, с точки зрения, как бы, именно позиции, я не думаю, что это регресс, я просто ушла в бизнес-образование. Когда я закончила в Стокгольмской школе, мне предложили возглавить Executive MBA, и я пошла, совершенно другая история, вообще другую все. Ну, как так, да, действительно, в каком моменте у вас открылись эти педагогические таланты? А, видимо, это все родители, вот у меня папа, мама, они врачи, а папа, большую часть жизни еще и преподавал в медицинском, а мне вообще всегда нравилось рассказывать что-то, учить, ну, учить чему-то интересному, вот, поэтому, да, да, это была какая-то новая история. У нас вообще очень много в школе историй таких странных, когда люди приходят, и кто-то, не то, что все все меняют, но процентов 30 людей меняет очень сильно все. Но приходишь за одним, получаешь другое, но в ваш случае совсем уникальный, вы пришли как ученица, остались как ученицей. Ну, нет, я не сразу как учитель, я осталась как руководитель направления. Да, 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 такой был интересный случай, но, видимо, кто-то там наверху меня услышал, потому что это было два независимых случая. То есть я, когда закончила школу... Когда вы пришли к себе на работу и сказали, ребят, я ухожу? Ну, примерно так. Я пришла к себе на работу, и в какой-то момент вдруг, ну, да, по капле, по капле, по капле, видимо, это копилось ощущение, а потом вдруг в какой-то момент бах, и я вдруг поняла, что я больше не хочу. И я помню, как сейчас сижу вечером, пишу, а тогда еще был интернет такой у нас, это Dial-Up Connection. И вот, значит, сижу, пишу, вот через это Dial-Up Connection, медленно все ужасно, сижу, пишу письмо своему в хед-офис там, да, в Голландии, что прям, 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 извини, пожалуйста, вот, я тут поняла, я больше не хочу работать, ну, не могу, не могу, не могу, значит, отработаю сколько надо, все, но, пожалуйста, прими мое увольнение. С уважением, ла-ла-ла. Нажимаю, там есть такая штучка была, как это, отправить, проверить, она одномоментная. Я отправила это письмо и получаю новое. Просто у вас письмо, я открываю новое письмо, а в новом письме написано, ректор нашей Стокомской школы, предыдущий, Ян Эклов, приглашает меня попробовать себя, ну, на интервью приглашать. Мгновенно, да? Ой, мне, кажется, мурашки поражали. А вот так вот одна дверь закрывается, вторая открывается. Тут же мгновенно. Вот со мной так случилось. Потрясающе. Ну, да, но перед этим было долгое-долгое-долгое что-то, да, то есть надо было учиться, надо было еще что-то. Не страшно ли было начинать, и куда это все в итоге вывело нашу гостью Светлану Ракутину, мы вам расскажем после новостей. С нами в доле Светлана Ракутина, директор по персоналу и развитию лидерства Стокгольмской школы экономики в России, с учредителем мастерской живописный цех. Вот открылась дверь, да, и, в общем-то, это то, к чему человек идет, и чему он, казалось бы, должен радоваться. Наверное, когда вы увидели это предложение, первая мысль была какая, радость, ура, или, ой, мамочки, что делать? Нет, первая мысль была радость, ура, да, потому что я давно понимала, что что-то должно прийти другое, но что другое не поняла, а вот тут вот сразу раз и пришло. Страх пришел позже, когда уже приходишь, первый день на работу, на новую, в Стокгольмскую школу, в которой мы учились, мы ее так вообще уважаем и любим, да, и как-то для нас это такое вот место, вот, и приходишь, и вроде как ты должен уже при этом, ну, с другой стороны, да, всего этого, всей этой истории участвовать, а у тебя компетенции-то нет. И методологии нет. Да ничего нет, ничего вначале, ничего нет. Понимание, как все происходит, есть только на уровне, ну, клиента, который прошел это, да, но не на уровне, ну, студента, который прошел, но не на уровне человека, который должен этим говорить. Ну, могу сказать на своем опыте следующее. Это то, кстати, почему, опять же, к живописи всех призываю. А когда человек, он же, чем взрослее, тем больше стереотипов у него в голове, да, ну, и там вот этот стереотип образуется, этот, 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 ну, а когда человек долго работает на одном месте, ну, или даже на одном рынке, даже пусть в разных компаниях, он занимается одним и тем же, да. Всё равно он стереотипируется, да, и он начинает бегать там вот тут уже вот по такому кругу, здесь по такому квадратику, здесь так, здесь так, здесь так. И когда ты выходишь как бы совершенно в другую историю, стереотип-то рушится, то есть старые не действуют, а новых нет пока. И вот этот момент обалденного рывка, именно развития себя, это очень интересно и это очень много даёт. А потом, через какое-то время, ну, конечно, опять всё приходит, приходит стереотип, то есть надо себя как-то выдирать из этого, да, вот время от времени. Приходит стереотип, уже становится не страшно, начинаешь больше уметь, больше знать, больше понимать. Ну, а как вы создавали свою всё-таки методу образовательную? Нет, ну, я в Стагулинской школе, я свою образовательную методику не создавала, её для меня создали люди сто лет назад. Всё-таки. Да, я туда пришла, ну, как бы администрировать тоже, да, эту историю, вот, потому что свою я уже создавала в Сколково потом. Да, вот это тоже очень интересно. У меня уже был опыт в Стагулинской школе, поэтому это уже было получилось. А как вас в Сколково занесло? А меня сманили. А? Меня поманили на большой проект, интересная очень задача. Интересная, потому что там надо было с нуля построить. Не было ничего вообще, надо было очень быстро сделать... Лидерскую программу? Нет, сделать бизнес-школу. А, то есть вы вообще... Московская школа управления Сколково. Это не Сколково иноград, это не государственный проект. Я поняла, да? Это частный проект бизнес-школы, возглавляемый Рубеном Варданяном на тот момент. Но он по-прежнему остаётся человеком, который больше всего принимает участие в этой школе. Вот, и да, да, да. Это было... Бизнес-школу надо было построить с нуля, была компания людей, очень интересная. И, конечно, я сманилась. Вот, сейчас, понимая величие нашего ректора Стокгольмской школы, я имею в виду экономики, Андерша Лиленберга, который мне тогда сказал... Ведь мог бы по-разному сказать, уходила к прямым конкурентам фактически, да? А сказал, ну ты сходи, поучись там новому чему-нибудь и возвращайся. Так и вышло. Так и вышло, да. А почему вы не задержались в Москве? Ну как не задержалась? Пять лет — это довольно большой срок. Ну всё, вот стартап прошёл. Школа стала жить и развиваться своей жизнью. Ну, появилась живопись, появился живописный цех. Вот, появилось осознание того, что пришёл какой-то новый момент в жизни, и нужно этим заниматься. Спрашивает на сайте нашем Столица.ФМ Наталья, а как поступить в Стокгольмскую школу экономики, какими качествами нужно обладать, и чем эта школа отличается от других бизнес-школ в России, по-вашему? Угу. Для того, чтобы поступить, да, по порядку, для того, чтобы поступить, нужно иметь не менее пяти лет управленческого опыта. В любой сфере, в любой индустрии. Можно поступить на русскую программу. Есть у нас английская программа. Программы одинаковые, но русская идет с синхронным переводом, а английская – это один в один, значит, непосредственно уже английский язык, полностью иностранные профессора. Так же, как и в русской программе, только без синхронного перевода. Поступить просто, регистрируйтесь на сайте, отправляйте нам заявочку, мы с вами связываемся, и вы проходите некоторые этапы адмиссии, сдаете экзамены. Если вы хотите на английскую программу, вам нужен TOEFL, если на русскую, то нет. И проходите интервью с нашими преподавателями и руководителями. А какие-то экзамены еще есть, кроме языкового? Есть еще, да, есть еще такой логический, ну, такой логический тест. Тест в Корее, да? Типа тестирования, да, такого. Логико-математическое тестирование. Чем наша школа отличается? Ну, во-первых, это единственная западная школа, которая присутствует здесь. Я имею в виду не совместная, не какая-то еще, а просто в чистом виде. Да, в чистом виде единственная западная школа. Вы получаете диплом идентичный выпускнику, который закончил школу в Стокгольме. Что еще? Ну, наверное, еще наш плюс, кроме всего прочего, это очень большое уже сообщество выпускников. Ну, сто лет истории это все-таки не изменял. Да, и сто лет истории, и больше 15 в России, то есть у нас уже даже российских выпускников уже очень много, у нас огромное сообщество. Это очень интересные люди. Вот, так что поступайте, становитесь одним из наших будущих выпускников. А в Стокгольме, вот Стокгольмская школа экономики, это тоже уже, ну, как бы MBA, да, это высшее образование для тех, кто уже получил высшее образование? Или там есть какие-то, ну, вот... В Стокгольме не только. Да, то есть закончил школу, пошел учиться. Да, в Стокгольме не только. Там есть университет, ну, как бакалавриат, да, то есть обычные дети после школы, которые приходят, поступают. Вот, и есть вот executive education, то есть для уже более взрослых людей, которые в бизнесе поработали. А вот в живописный цех, в эту мастерскую могут попасть люди, ну, грубо говоря, с улицы, не те, кто учится в Стокгольмской школе экономики? Могут. Не те, которые учатся в Стокгольмской школе или не те, которые работают в многочисленных компаниях, с которыми мы работаем. Да, конечно, могут. То есть мы работаем не только с корпоративными компаниями, но мы работаем еще и с частными клиентами в мастерской. Пожалуйста, в нашей, ну, зайдите на сайт живописный цех РФ, там есть раздел про мастерскую. Там можно посмотреть, когда у нас занятия, можно прийти и писать. Это в Петербурге, да. То есть, а зачем обычному человеку ходить в живописный цех? Ну, не лидер, он не, ну, там, не топ-менеджеру, да, то есть может быть и лидеру в своем деле, но что он может развить в себе с помощью вашего прекрасного? Творческое, ну, как, развить в себе, во-первых, он может получить, прежде всего, прекрасное хобби, которое сохранится с ним на всю оставшуюся жизнь, потому что живопись – это дорога без конца такая. То есть чем дальше идешь, тем больше видишь и тем больше понимаешь, и это становится, это вырастает, это из-за желания просто нарисовать красивый букет и подарить его, там, не знаю, кому-то на день рождения, да, начинается расширяться кругозор, естественно, начинаешь лучше гораздо разбираться в живописи вообще, приходишь в музей с другими глазами, просто с другими глазами, я вот на себе испытала этот вдруг какое-то превращение, когда ты уже совершенно по-другому смотришь на живопись. Какие-то фильтры открываются. Удивительно, да, просто понимание приходит, как, чего сделано, почему, от чего, и за счет чего человек велик, а за счет чего вот у кого-то там не так. То есть это удивительная новая совершенно история. То есть вы стали уже и в полока, и в ротка врубаться? Ну, художественные пристрастия при этом все равно никто не отменял, да, но врубаться, да, однозначно. Плюс, соответственно, значит, вот это вот, наверное, главное, да, приобретаешь себе какую-то еще одну любовь на всю оставшуюся жизнь, какой-то хобби, источник постоянной радости. Это очень здорово. Вас хватает при таком количестве дел и при такой отдаче, собственно, работе и другим людям на свою собственную семью? Расскажите, пожалуйста, о них. Конечно, конечно. Семья у меня всегда на первом месте. Ну, муж коуч, наверное, терпимо понимающий. Да, муж терпимо понимающий, сын терпимо понимающий, собака тоже терпимая и любящая, и понимающая. Вот, еще родители, которые очень поддерживают всегда, то есть семья у меня прекрасная, и я очень благодарна, потому что, на самом деле, вот что-что, но женщине, наверное, без поддержки семьи, то есть она должна быть либо одна, либо у нее должна быть такая семья, которая поддерживает. Потому что вот вопреки, да, очень трудно все делать, а так, когда верят, любят, говорят всегда только хорошее, приятное. А так всегда было? Угу. А как вам это удается? Как вы их так и научили, выдрессировали, чтобы верили и любили, не сомневались? Не знаю. Такие хорошие. Как бы повезло. Нам с ними повезло. Да, как-то нам повезло встретиться. Это, как мне недавно сказала одна прекрасная психолога, Таня, ну, дети и женщина в семье, это реальность, понимаете? Это то, с чем вам приходится видеть. А мужчина, это десерт. Вы, пожалуйста, не забывайте о том, что он вам достался не просто так. И будьте благодарны. Спасибо вам огромное. Светлана Ракутина, директор по персоналу развития лидерства Стокгольмской школы экономики и мастерской живописной цех была сегодня с нами в доле. Хорошего дня.